Глава третья. Обмен благословенный свыше. В этой главе мы рассмотрим необычайную истину. Через жертву Иисуса на кресте произошел обмен, открывающий все сокровища Божьего обеспечения. Давайте начнем наше изучение этого божественного обмена, снова обратившись к посланию к евреям 10.14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Я уже сделал акцент на двух понятиях. Во-первых, смерть Иисуса на кресте была Богом установленной жертвой, где Иисус в качестве священника принес себя самого от лица всего человечества Богу Отцу. Во-вторых, я подчеркну, что Иисус является совершенной жертвой. Ничего не было упущено, и никогда не понадобится что-либо добавлять к этой жертве. Она совершенно-совершенна и полностью завершена. Всякая потребность любого потомка Адама была полностью восполнена через эту единственную жертву Иисуса на кресте. Важно ухватиться за этот факт. Важно также и то, чтобы мы не позволили нашему вниманию отвлекаться от этой жертвы. Все мы можем заниматься каким-нибудь учением, служением или христианской деятельностью. Во всем ее многообразии это может быть по-своему хорошо. Но если все это отделено от жертвы на кресте, то в конечном итоге все, что мы делаем, теряет свою эффективность. Я воспользуюсь образом из книги пророка Исаии, чтобы проиллюстрировать следующую мысль. Крест является центром всего Божьего обеспечения. Все Евангелие сосредоточено на кресте. Пророк Исаия описывает это очень живым образом. Оставайтесь со мной, это стоит подробного изучения. Итак, крест в центре. Сколько глав в книге пророка Исаии? 66. Сколько книг в Библии? Тоже 66. Книга Исаии делится на два основных раздела. С первой по 39 главу, 39 глав, и с сороковой по 66 главу, 27 глав. Похожим же образом 39 книг составляют Ветхий Завет, а Новый Завет состоит из 27 книг. Последние 27 глав Исаии часто называют Евангелием Ветхого Завета. В свою очередь эти 27 глав разделяются на три части по 9 глав в каждой. С сороковой по 48 главу, с сорок девятой по 57, и с 58 по 66. Есть одна очень важная черта, прослеживающаяся во всех трех разделах, каждая из которых состоит из девяти глав. Все они оканчиваются выразительным правоизглашением того, что Бог никогда не пойдет на компромисс с грехом. И открывая последний стих 48 главы Исаии, мы читаем. «Нечестивым же нет мира», — говорит Господь. Теперь давайте откроем последний стих 57 главы. «Нет мира нечестивым», — говорит Бог мой. И эти два утверждения практически одинаковы. Теперь, открывая последний стих 66 главы, мы находим. «И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. И хотя здесь форма выражения мысли другая, но истина остается той же самой. Согрешившие и непокаившиеся будут вечным зрелищем Божьих судов». Итак, все эти три раздела по девять глав заканчиваются схожими провозглашениями, а именно, Бог, несмотря на всю его милость, никогда не пойдет на компромисс с грехом, который не был исповедан и от которого не отреклись. Главное послание 53 главы Исаии. Средний раздел второй книги Исаия включает главы 49 по 57, и центральной в нем является глава 53. Но пророчество Исаии на самом деле начинается с последних трех стихов 52 главы. «Вот раб мой будет благоуспешен», написано там. Слово «вот» является вступлением к последующим словам «раб мой». Так назван Иисус в этом пророчестве. Скорее всего, вам понадобится заглянуть в свою собственную Библию, чтобы это понять. Но в любом случае, если вы прибавите три последних стиха вступления 52 главы к 12 стихам 53 главы, то получите пять трех стишей. Как вы видите, центральное трехстишье центральной главы среднего раздела книги пророка Исаии, это стихи 4, 6, 53 главы. Я верю, что такое расположение определено свыше, потому что истина, раскрывающаяся в этих стихах, является абсолютным центром или сердцем всего евангельского послания. Посмотрите же, что говорится в первых двух стихах этого трехстишья. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Одна из трагедий толкования Библии этого отрывка заключается в том, что мы часто одухотворяем слова, которые обозначают физические явления. Слова «немощи» и «болезни» в переводе с еврейского звучат как «физические болезни» и «физические боли». Значение этих двух слов «болезни» и «немощи» осталось неизменным со времен Моисея и до наших дней. Также в начале четвертого стиха сказано «но он». Исходя из грамматики еврейского языка, следует поставить ударение на «он» по двум причинам. Во-первых, слово, переведенное как «но», подчеркивает последующее слово. «Иврит» также, как и латинский, греческий, русский и другие языки, в отличие от большинства европейских языков, не требует наличия местоимения. «Он» потому что «оно» и так передано формой глагола. На «иврите» местоимение употребляется только в том случае, когда на этом местоимении хотят сделать ударение. И в этом отрывке местоимение «он» подчеркнуто дважды. Во-первых, использованием предстоящего слова «но», а также наличием самого местоимения. Теперь мы подходим к самому важному стиху, третьему стиху центрального трехстишья, центральной главы среднего раздела второй части книги Исаии. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Исаия 53,6 В чем заключается проблема человечества? В чем повинен каждый из нас? Здесь приводится диагноз Библии. Не все мы прелюбодействовали, не все пьянствовали, не все воровали, но есть нечто, что сделал каждый из нас. Все мы совратились каждый на свою дорогу, которая не является дорогой Божьей. И Бог считает это беззаконием. Я думаю, что самый лучший современный эквивалент этому понятию – бунт. Коренной проблемой человечества является именно бунт против Бога. Эта человеческая проблема общая для всех. Все мы, без исключения, евреи и эллины, католики, протестанты, азиаты, американцы и африканцы совратились на свою собственную дорогу. И потому мы все относимся к одной и той же категории бунтарей. Но чудесное послание состоит в том, что Бог возложил наше беззаконие, нашу вину, наш бунт на Иисуса. Субтитры подогнал «Симон»